всем привет друзья нахожусь сейчас на охоте на водоплавающую как обычно конец сезона конец октября месяца хочу сделать обзор вот на такой чехол о нем я уже много писал у себя на странице фейсбук и вконтакте и обещал собственно снять этот обзор чехол называется торпеда ган производитель торговая марка ватаршит значит чехол американский продается здесь у нас в россии ссылку я в принципе дам на этот чехол в описании к видео чем же хорош этот чехол сам по себе как бы он не примечательный чехол но и используя его в течение всего этого сезона и считаю что это лучший чехол для охоты на водоплавающую для той среды где есть возможность уронить оружие в воду или есть возможность испачкать чехол любой другой из любой другой скажем ткани грязью где-то под дождь попасть там по болоту пробираться там замочить его в общем этот чехол полностью водонепроницаемый значит длина его 1320 конкретно этого чехла и собственно у меня ружье динелье супер black eagle у него длина ствола 710 миллиметров соответственно в этот чехол 1320 это ружье уже входит еще можно подвернуть собственно чехольчик вот у моего друга у юры ружье 750 ствол и он уже чехол малова для этого оружия поэтому нужно заказывать чуть больший размер значит чехол выполнен из пвх материал очень плотная пвх здесь помимо того он не сшит он спаян полностью спаян чехол значит у него есть ручка для переноски значит есть ручка для переноски горизонтальном положении и собственно есть ремень плечевой с удобным плечевым погоном ремень также регулируется по длине есть застежки карабины при использовании это ремня можно его просто снять ремень и будет более компактным чехол значит когда я его не использую или ухожу допустим на охоту в лодке я сворачиваю вот таким образом подворачиваю ремень вовнутрь и просто скручиваю так вот я его скручиваю с этой стороны я фастексами скрепляю в принципе вот в таком размере он получается вмещается там любую сумку в трюм лодки и ты пошел спокойно на охоту значит вес этого чехла 800 грамм где-то около 820 может быть грамм не больше килограмма чехол в общем то весит очень хорошо для такого чехла значит здесь застежка не как у гермомешка то есть не просто вы заворачиваете застегиваете фасток а здесь запатентованная застежка которая называется zip-драй вот я так понимаю это тоже наверно американская технология она застегивается очень плотно и еще можно подвернуть если у вас осталось свободное место расстегивается она таким образом вставляется сюда палец большой вставлять сюда палец большой ладошками обхватывается загибается в разные стороны подтягивается и таким образом растягивается если просто тянуть либо можно оторвать вот эти вот язычки многие просто не знают тянут без перелома без изгиба тянут и отрывают эти язычки просто нужно правильно посмотреть в инструкции как написано загибаешь буквы с и разрываешь по-другому этот замок не открыть как можно проверить этот замок я вам сейчас покажу и оружие пока сюда не буду класть сделаю следующее застегну до половины вот я его застегнул надул теперь я переворачиваю вовнутрь у него у этого чехла есть подобные вот нашивки для чего они нужны вы зависимости от вашего длины оружия заводите сюда fastex а с этой стороны застегивать и все он у вас не высказать то есть чехол не развернется вот смотрим значит я кладу возле дерева стану чтобы не упасть положил чехол во мне мало его надул во по мне 110 килограмм веса в данный момент я сейчас на него стану теперь наверно передул я хочу чуть-чуть поспустить Вот все, чехол находится в таком заверну как следует как он должен быть о чем я вам говорил застегнули зафиксировали его здесь он не расползется и сейчас проведем такой небольшой эксперимент чехол в надутом состоянии во мне 110 кг веса вы видите я еще чтобы не упасть немножко подпрыгиваю на нем давайте еще попробуем следующим образом проэкспериментировать я вообще его расстегну не буду подворачивать просто замок застегнут и попробую на него встать и посмотрим выдержит 110 кг замок спокойно держит то есть вы видите что он не расстегиваются я прыгаю он не расстегивается поэтому я и говорю что если вы неправильно начинаете раскрывать этот чехол вы можете просто разорвать есть как бы смысл этого чехла таким образом буквы S сделаю и все элементарно расстегнуло значит как я переношу в нем свое оружие значит в первую очередь ну я по простому в общем-то без чехла сразу вставляю его сюда конечно может быть я делаю это неправильно лучше туда вставлять с чехлом его ну в смысле оружие потому что в этих местах где есть затвор собачка затвора или на окончании ствола он может прохудиться ну вот в принципе сезон октябрь месяц начиная с весны этого года я его активно использую и у меня никаких проблем ни в лодке ни в машине нигде не пробилось хотя с ним идет ремкомплект с этим чехлом специальный клей и латки можно заклеить при необходимости запаять ПВХ но лучше сюда вставлять вот с подобным скажем чехлом если ну для наглядности я вам могу продемонстрировать взять свое оружие вставить его в чехол это кстати чехол от 750-го ствола от Юрина не торопясь чехол ходит плотно но надо немножко его подужать все же здесь тоже пришиты и карабины и вертлюги всевозможные и фастексы нужно немножко заправить сюда вот подобным образом можно убрать застегнуть и собственно вовнутрь я уже не буду подворачивать потому что он просто не подвернется чехол большой но при этом ваше ружье находится в мягкой мягком чехле и 100% водонепроницаемое при этом у него всегда будет положительная плавучесть если вы где-то на лодке не дай бог перевернетесь то ваше оружие всегда будет на плаву более того вы всегда можете схватиться за это ружье повиснуть на него выплыть где-то в волну или добраться до берег то есть он выполнит роль буйка некого вам значит что еще давайте попробуем ну в воде так как я его испачкал вы видите ногами становился в этом нет ничего страшного я сейчас вытащу не буду вынимать в принципе ну она и так будет положительная плавучесть могу и так показать и вытащить и положить просто ружье надуть в принципе без разницы давайте вытащу просто оставлю там свое ружье без юриного чехла вытаскивается оно легко убираем убираем мое оружие закрываем я когда закрываю всегда подкачиваю немножко что касается ценовой политики вы сможете посмотреть по ссылке к этому ролику но я считаю что можно себе один раз позволить если вы действительно занимаетесь охотой на водоплавающей быть уверенным в том что ваше оружие всегда будет в чистоте и в сухости скажем так ремень тоже отстегну потому что нам нужно уже уезжать и если он намокнет мне в сумке нальет просто воды в остальные вещи просто без ремня его сейчас опустим в воду пойдем то есть вы видите уже что положительно плавучить у чехла сейчас уже вода на грани восстановления льда то есть вот не знаю кто еще может придумать могу встать на него вот встал ружье там внутри то есть вот вынужден в любом случае он выдержит мой вес и больше вес охотника и вы всегда сможете найти свое оружие и выбраться из воды за счет этого буйка я думаю комментарий излишне к этому ролику все сейчас выйдем на берег я открою сомнение в том что он промок внутри как бы быть он не может поэтому даже открывать его не буду пускай он так и будет уже буду это буду перевозить ну что я могу вам сказать видео вы посмотрели то есть выводы какие-то определенные сделали еще раз ватаршет торпеда ган это чехол номер один для охоты на водоплавающую птицу всем пока до скорых встреч птицу Продолжение следует...